Ростов сегодня это затопленные ливнем улицы с частичным перекрытием движений из-за непогоды и завершение расследования резонансного уголовного дела об истязании ребенка. Это вручение дипломов пяти тысячам выпускников ДГТУ и стратегическая сессия для педагогов, где решалось, как повысить престижность профессии учителя. А также отчет главы Багаевского сельского поселения перед станичниками. Ростов сегодня это борьба с крысами по заявкам ростовчан, конкурс за право войти в сотню лучших товаров и бизнес-тур в парке Лага, где учат, как заставить бизнес цвести. А еще это спасение на высоте, в чаще и в воде, тренировка для молодых спасателей, чемпион питон из пухляковки и облачное с прояснениями за окном. На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ее ведущая Мария Филинкова. Здравствуйте. Ростов-на-Дону снова во власти непогоды. Обильный ливень с градом затопил улицы города. Некоторые даже пришлось перекрыть. ГИБДД сообщало о закрытии движения по Малиновскому от проспекта Стачки до 339-й стрелковой дивизии. На главном ЖД вокзале образовалась лужа глубиной в 30 сантиметров. Чтобы попасть на парковку, автомобилисты на свой страх и риск преодолевают водную преграду. Форсировать лужу помогают спасатели, дорожная служба. У этого автовладельца из-за непогоды заклинило замки и дверей. Двигатель машины продолжил работать, пока водитель остался за бортом. Пришлось обратиться к спасателям. Те вскрыли машину. МЧС предупреждает. Штормовое предупреждение продлится до 9 вечера. В Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и порывами ветра до 24 метров в секунду. На сайте администрации Алексей Лагвиненко призвал ростовчан не переходить улицы и дороги в потоке воды, держаться дальше от высоких деревьев во время сильных осадков по возможности остаться дома. Завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, который стязался над сыном. Когда мальчик в итоге умер, положил его в сумку и выбросил в реку Тимирник. Напомню, чудовищная история произошла в мае прошлого года. О ее продолжении узнаем в сегодняшней сводке ростовского городового у Анастасии Фериченковой. Также я расскажу о задержании ОПГ, которое через интернет торговало наркотиками по всему югу России. Но начну со смертельного ДТП. Жуткое ДТП произошло на автодороге Ростов-Волгодонск сегодня около 10 утра. 42-летний водитель на грузовике МАЗ с полуприцепом пытался избежать столкновения со встречной машиной, которая вышла на обгон. Больший груз резко затормозил, но на мокрой дороге ушел в занос и сам вылетел на встречку. В итоге протаранил самосвал ГАЗ-3507. На фото видно, кабину самосвала буквально сплющило. Шансов выжить у 63-летнего водителя не было. Он погиб на месте. За истязание 8-летнего сына будут судить отца. Расследование резонансного уголовного дела завершено. Теперь его рассмотрит суд. Шокирующая история случилась в мае прошлого года. Рыбак выловил из реки Тимирник сумку, в которой оказалось тело мальчика. По подозрению в убийстве ребенка был задержан отец малыша. Изначально он свою вину отрицал, но позже во всем признался следователем. Поместил сумку, большую черную сумку, которая лежала у меня ранее в квартире, и направился в сторону речки. Вы вызывали сотрудников полиции? Нет, я не вызывал скорую полицию. В связи с чем? В связи с тем, что понимал, что на теле следы от нанесенных мной повреждений. По данным следствия, обвиняемый систематически избивал ребенка, морил голодом и лишал медицинской помощи. А когда обнаружил сына без признаков жизни, избавился от тела ребенка, бросив в реку. На сегодняшний день следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в суд. Группировка, торгующая наркотиками и запрещенными веществами в нашем регионе и в соседних, задержана в Ростовской области. Главный наркодилер организовал продажу наркотиков в теневом интернете, открыл онлайн-магазин по продаже запрещенных препаратов, а для закладок и оптовых курьерских доставок привлек 6 человек из Ростова, Азова и Батайска. Запрещенные вещества группа подельников распространяла и в другие регионы страны. Сейчас все семеро участников банды задержаны. При обыске у главаря полицейские обнаружили и изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков – метадона, мифедрона, амфетамина, а также оргтехнику, фасовочные материалы, банковские карты и другие предметы, подтверждающие незаконную деятельность. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». В отношении фигурантов продолжается расследование уголовного дела по части 5 статьи 228 прим. 1 УК РФ «Незаконные производства, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Шесть человек под стражей, еще двое участников группы под домашним арестом. Организатору этого преступного сообщества грозит пожизненное заключение. На этом у меня все. До встречи. Лучшим выпускникам ДГТУ вручили дипломы. В этом году университет выпустил больше 5000 специалистов. Поздравили выпускников, представителей правительства и ЗАГС собрания. К этому дню они шли несколько лет. Сегодня лучшим выпускникам ДГТУ вручают дипломы. Среди студентов уже магистр Ольга. Девушка окончила факультет педагогики и не спешит покидать стены родного вуза, мечтая о преподавательской карьере. «Я уже преподаю два года, то есть я уже закрепляю свой диплом. Это невероятные эмоции, потому что я люблю своих студентов, а не меня. Мы питаем друг друга этой энергией и я в восторге от этой профессии на самом деле». В этом году университет выпускает более 5000 молодых специалистов, а красный диплом получили 1340 студентов. «Когда я посмотрел вот картину, сколько процентов у нас отличников, сколько у нас хорошистов, сколько у нас те, которые заканчивают университет на государственную оценку, я думаю, что это самый, одним из лучших показателей этого года и за последние три года может быть. Почему? Потому что ребята постепенно понимают и знают, что мотивация ихняя – иметь знания. Без знания не может никто получить работу». Выпускников поздравили представители ЗАГС Собрания и правительство области, пожелав построить успешную карьеру. «Для нас, правительство Ростовской области, это тоже очень важно, поскольку ДГТУ является многопрофильным опорным университетом, готовит большое количество специалистов с инженерным образованием. Эти специалисты очень нужны экономике Ростовской области». «Выпуская сегодня новых специалистов, ДГТУ вливает поток новой энергии в производство, в бюджетную сферу, во все важнейшие отрасли развития Донской экономики». В честь праздника для студентов организовали викторины, мастер-классы, розыгрыши, а завершился выпускной красочным концертом. Дарья Лисицкая, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Повысить престиж профессии учителя, чтобы решить проблему нехватки кадров в сфере образования и побудить к профессиональному росту тех, кто уже учит детей. Над такими задачами работали участники стратегической сессии для педагогов. Ее в Ростове организовал Волгоградский государственный социально-педагогический университет при участии Центра непрерывного повышения педагогического мастерства. У нас появился региональный методический актив, как новый субъект региональной системы научно-методического сопровождения педагогов и управленцев. В этот региональный актив сегодня входит 373 педагога по 14 предметам, и работают они в 54 регионах Ростовской области. У нас продуманы механизмы формирования этого актива. Механизмом стала оценка предметных и методических компетенций, и за два года Центр обеспечил пять таких процедур, где в общем количестве приняло участие 3418 педагогов. Участники встречи – представители муниципальных органов управления образования, вузов и руководители образовательных организаций. Сегодня мы рассмотрим региональный проект, который стал результатом курсов повышения квалификации регионального актива по совершенствованию методического и управленческого сопровождения педагогов в рамках системы образования. После сегодняшнего обсуждения мы будем готовы внедрить данный проект в свою деятельность, что обязательно повлияет на повышение качества и устранение профессиональных дефицитов педагогов Ростовской области. Стратегическая сессия в год педагога и наставника прошла благодаря федеральному проекту «Современная школа» – нацпроекты образования. Ее результатом стал региональный проект сетевого сотрудничества, который будет реализован в следующем году, а также развитие актива региональных методистов как общественно-профессионального объединения сильных педагогов. Разбитые большегрузами дороги, бездомные собаки и скопление мусора – проблемы, которые не дают покоя жителям станицы Багаевской. Рассказать о них они пришли на встречу к главе сельского поселения, заодно послушали отчет об уже проделанной за полгода работе. За отчетный период в администрации поселения поступило 109 письменных обращений граждан. Обращения продолжают поступать и во время выступления главы сельского поселения. Проблем станицы Багаевской хватает. Послушать отчет главы о проделанной за полгода работе пришли три десятка жителей Багаевской, хотя звали всю станицу. Денис Лазарец рассказал, как прошли субботники, сколько деревьев высажено и как идет профилактика безопасности – пожарной и водной. Отдельное внимание – ремонту дорог. За полгода в Багаевке отремонтировано больше полутора тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Реагирует и на обращения жителей, рассказал глава. Что касается по улице Мирной, было произвено также регирование. Дорога у нас грунтовая. Ну да, у нас есть вопросы по ней. В ближайшее время, думаю, еще раз будет направлено туда, в произведение регирования. Проблем станичникам добавляют ископление мусора и разгул бездомных животных. Еще не дает покоя грузовой транспорт. Это вопрос и разбитого дорожного покрытия, и безопасности людей. Так, проблема по бродячим собакам. Раз, первый вопрос, потом. Движение КамАЗов по улице Мирная. На встречу с жителями Багаевки также приехала сенатор Совета Федерации от Ростовской области Ирина Рукавишникова. Договорились с населением, с представителями органов местного самоуправления завтра провести прием жителей Багаевского района. Естественно, на приеме, безусловно, будут озвучены и проблемы, и задачи, которые возьму в работу на федеральный уровень. Возможно, это будут какие-то законодательные решения. Ну и задачи, которые ставит администрация Багаевского района, конечно, тоже будут сейчас приоритеть. Денис Лазарец выслушал замечания и предложения станичников и заверил, что все вопросы будут решены. Глава района Александр Черных пообещал в этом помочь. Над решением некоторых наказов уже идет работа. В планах до конца года продолжить ямочный ремонт и грейдирование части дорог. Алина Вандышева, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Увидел крысу, сообщи куда надо. В районную администрацию призывают ростовчан-специалисты по борьбе с грызунами. Именно заявки от горожан становятся основанием для выезда мастеров дератизации. Профилактику появления опасных грызунов уже провели в Первомайском районе, в парке Горького, в Ливенцовке, а также на Второй Краснодарской. На очередную охоту на крыс выехала и наша съемочная группа. Нашествие крыс отменяется. Эти животные хоть и считаются умными, но специалисты по борьбе с грызунами не оставили им шансов на жизнь. Уничтожают крыс отравленными приманками везде, где они появляются. Препарат беспощаден к грызунам, но безопасен для собак, кошек и птиц. Данный препарат через 10 дней он собирается, проводится контрольный замер популяции грызунов на данном участке обработанном. На обработанный участок специалисты вернутся, чтобы проверить, как сработали препараты. Если потребуется повторить процедуру дератизации. Так называется этот процесс. Крысы – разносчик опасных инфекций. Эти грызуны всеядны и агрессивны. И сезонность им, как, например, клещам, не свойственна. Максимальный пик численности грызунов – это весна и осень. И в соответствии с этим мы производим работы круглый год, потому что есть места, которые пригодны для жизни и кормления грызунов и в зимний период. Специалисты не рекомендуют избавляться от грызунов самостоятельно. По незнанию можно неверно рассчитать количество средства и вместо избавления получить грызунов с повышенным иммунитетом к химическому составу препарата. Грызуны обживают мусорные свалки и склады, но нередко заходят в гости в квартиры и дома, предпочитая те, где есть свободный доступ к продуктам питания. Мы реагируем по обращениям граждан, также по предписаниям Роспотребнадзора. В случае выявления очагов распространения грызунов необходимо либо по телефону, либо по электронной почте, либо на сайты управления благоустройства, либо администрации района подать заявку. Непосредственно на следующий день выйдет подрядчик, обработает данную территорию. Еще одна рекомендация санитарной службы для тех, кто не хочет жить по соседству с крысами. Поддерживайте чистоту площадки с мусорными баками, а также туго завязывайте пакеты с отходами, чтобы не привлекать внимание грызунов. Роксана Базазян, Руслан Хамчиев, Первый Ростовский. Хлебобулочная, мясная, овощная, молочная продукция, напитки, сыры, специи и многое другое. На участие в конкурсе «100 лучших товаров России» донские производители представили широкий ассортимент вкусных кандидатур. На региональном этапе конкурса жюри оценивали 34 номинования продовольственной продукции. В этом году предприниматели впервые заявили несколько видов готовых, маринованных и квашеных овощей. Для каждого товара свои критерии оценки согласно стандартам производства. Она такая, достаточно однородная, с таким острым запахом, какой должен быть у горчицы. Консистенция мажущая, то есть ее удобно намазывать на хлеб, она не течет, без лишней жидкости. Я думаю, достойный продукт. Региональный этап стал отборочным для участия в общероссийском конкурсе. Продукция с максимальным количеством баллов получит рекомендацию для участия в федеральном этапе конкурса на приз «Вкус-качество-2023». Все это делается на добровольной основе, то есть предприятия сами подают заявку, добровольно идут на то, чтобы эксперты оценили не только производство, но и документацию, но и сам продукт. И после этого лучших мы будем рекомендовать для участия в федеральном этапе программы конкурса «100 лучших товаров России». Финал конкурса пройдет в декабре этого года. Победители смогут наносить знак «100 лучших товаров России» в течение следующих двух лет. Ростовчане знают, как защититься от недобросовестных продавцов товаров и услуг. Наш регион на втором месте в рейтинге правовой грамотности в вопросах защиты прав потребителей, рассказала журналистом заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова. Наши граждане, большинство наших граждан, во-первых, знают о этих вариантах защиты своих уязвленных прав потребителей. Кроме того, они знают, куда обратиться, они знают о тех мероприятиях, которые мы проводим, они очень активно участвуют. Каждый год департамент потребительского рынка проводит много мероприятий и конкурсов, чтобы научить людей защищать свои права. Активно привлекается и молодежь. Для того, чтобы еще больше привлечь внимание к вопросу защиты прав потребителей, мы организуем и проводим разного рода конкурсы. И вот профессиональный рейтинговый конкурс «Сильно сказано» – это у нас не первый год организуется такой конкурс. Сегодня стартовал первый этап профессионально-рейтингового конкурса «Сильно сказано». Прием заявок онлайн продлится до 31 августа на сайте конкурса. Победителей по итогам голосования назовут в ноябре. Найти и обучить сотрудников и вдохновить команду на нестандартное мышление ради роста своей компании. Этому учили, причем бесплатно, слушателей бизнес-практикума «Мой бизнес-тур». В этом году он прошел в парке Лага, но сначала для предпринимателей провели экскурсию. От одной башни до другой башни струи воды бьют вверх. Просто нереальный километраж. На первый взгляд это группа туристов, которая приехала на экскурсию в парк Лага. Посмотреть на сказочную территорию. Скульптуры из дерева, водоема и лебедей. На самом деле это предприниматели, участники бизнес-практикума, организованного по проекту «Мой бизнес-тур». Перед началом занятий гостям проводят обзорную экскурсию. Теперь вот эти два первых ряда объединятся между собой, а мы, соответственно, оборачиваемся к тому ряду, с которым еще не общались. За новыми знаниями приехали более 100 участников. Программа обучения насыщенная. Эксперты делятся своим опытом и рассказывают бизнесменам про поиск сотрудников на конкурентном рынке, обучение персонала, а также про то, как команде мыслить нестандартно. Сегодня программа была очень насыщенная, на самом деле, очень необычная. Я ехал с небольшим скепсисом сюда, думал, что парк Лага и бизнес-мероприятия – немножко разные вещи, но то, что я увидел, это заряжает реально. Эмоции переполняют. Зацепило что? Значит, колесо мотивации для моих сотрудников, но больше всего меня зацепило то, что я могу мотивировать еще сама себя. И то, что я выиграла приз. Я выиграла в викторине, вот, и мне подарили приз, набор книг. Новые знакомства и знания – то, что пригодится в развитии своего дела каждому предпринимателю. Причем для всех бизнесменов участие в бизнес-практикуме бесплатное. Для бизнеса, исходя из наших опросов, исходя из того, что мы видим, каждую неделю посещая предприятия региона, запрос на то, как удержать и привлечь талантливых работников – это задача номер один. Участие в мероприятии бесплатно, благодаря реализации национального проекта по поддержке предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативе и поддержке правительства и лично губернатора региона. Марина Орлова, Николай Кубышкин, Первый, Ростовский. 180 студентов из новых субъектов России приняли участие в межрегиональном чемпионате Soft Skills Russia по программам среднего профессионального образования. Участники должны были проявить креативность, коммуникабельность, неординарность мышления и умение работать в команде. Эти способности помогут при решении конкурсных заданий. Всего компетенций пять. Мы в этом году впервые принимаем такой чемпионат, благодаря инициативе Российского Содружества колледжей. Сегодня на площадках практически 180 студентов будут показывать свои навыки, умения. Ну и по итогам, конечно же, будут определены победители. Главное испытание для студентов связано с помощью людям. Например, нужно сделать ремонт, организовать выезд в реабилитационный центр города. А задание для креативных – смастерить будки для бездомных животных. Я надеюсь, что ваше пребывание здесь будет комфортным и интересным. Чемпионат и тема чемпионата сегодня – какие-то навыки, но на мой взгляд, самое интереснейшее. Они компетентны во всем. Вот даже, например, то задание, которое они вытянут, оно до сих пор им неизвестно. Они сейчас приходят на пункты регистрации, берут какой-то номер, конверт, который непонятно что. И в данном случае они даже не знают, в какой компетенции им попадет в задание, требуют или коммуникабельность, или эмоциональный интеллект. Но вот в этом как бы есть очень интересная вовлеченность этого процесса, что мы не про индивидуальный трек и вовлеченность одного человека, а именно про команду, в которой они вместе делают одно большое общее дело. Партнерами и соорганизаторами чемпионата являются Министерство просвещения Российской Федерации и Движение Первых. Команды-победители будут объявлены 13 июля, а дальше отправятся в финал, который пройдет в ноябре. Там проявлять свои лидерские качества будут более тысячи человек со всей страны. Ливень в очередной раз наделал дел, вода в реке поднялась, катамаран перевернулся, туристов унесло. Такова легенда тренировки новошахтинского центрального поисково-спасательного отряда по эвакуации пострадавших горных туристов. Скалы, обрывы и река Кундрючья в районе села Прохоровка, где и без того непросто, но сильные ливни и шквалистый ветер повысили сложность учений до максимума. В этом убедилась наш корреспондент Марина Черных. Спасатели приходят на помощь в любых условиях и в любую погоду, так что сбывшееся штормовое предупреждение – не повод отменять тренировку. Дождь прошел, а мокрая скала осталась. Так что отрабатывать навыки приходится с усложнением, которые погода подкидывает нередко. Здесь, по легенде, турист прятался от наводнения. После сильного ливня вода в реке поднялась и сошел сель. Экстремал полез вверх и завис уже без сил. Мы выбрали этот день специально, потому что погода ж не ждет никогда это. И мы можем в любую погоду выехать на эти ликвидации ЧС в таких условиях. К слову, погода предоставила для тренировки разные условия. Первый спасен отправляются на поиски следующего. Его унесло течением в болото. За пострадавшим в трясину идет молодой водолаз Никита Котлеров. На крупных ЧС за первый год работы ему бывать еще не доводилось. Так что пока нарабатывает навыки в учениях. Рад, что здесь он в своей роли, а не пострадавшего. Много движений, бегаешь туда-сюда, людей там. Как вот сейчас. Такого больше интересного, чем ты. Ты просто лежишь, тебя там по ключике и тебя спасают. Уступил дорогу молодым коллегам спасатель, пострадавший со стажем Алексей Борисенко. Так что в этот раз и в трясине, и в отключке он. Хотя и эта роль требует определенной смелости и навыков. Не каждый туда захочет полезть в такую погоду, в это болото. И там, чтобы посидеть, чтобы тебя спасали. Побыть там, во-первых, полчаса, то и больше, то и час в этой воде, прохладной, под дождем. Собаку запускайте первую. По тропе, где должны двигаться, где туристический маршрут. Тропа, вот она, в этом направлении. Вы стоите вот здесь. Поняли, да? На такие природные учения в этом году Новошахтинский поисково-спасательный отряд выходит уже второй раз. Сейчас работают в трех ландшафтах – горном, водном и лесном. В отличие от зимней тренировки, здесь только молодые спасатели центрального отряда. Ну и пес Лука из спецотряда. Увидеть слабость спасателей наших, которые только принялись на работу там, ну, как, который год работают, два, просто для спасения это, как бы, очень маловато еще, опыта очень мало. Потому что в Ростовской области таких выездов не очень много, но уже Гребников ищем в таких же ситуациях, как бы, вот, ну, есть выезда. Из-за этого отцентровка пошла именно пока на это. В поисково-спасательном отряде каждый должен уметь все, говорит начальник Иван Поломарчук. Выпадет хотя бы одно звено, и спасение уже будет под угрозой. А это жизнь людей. Так что и ищут, и штурмуют скалы, и ныряют в воду, оказывают первую помощь, и крутят узлы на спецснаряжении, независимо от специализации. Сейчас идет спасение второго пострадавшего, его выбросило волной на берег. Чтобы перетащить его на эту сторону реки, спасатели наводят навесную переправу. Это уже легенда поиска и спасения туристов с перевернувшегося катамарана. Если предыдущего пострадавшего вытаскивали с помощью альпинистского снаряжения и страховки, здесь отрабатывают другой способ. За неимением жестких насилок вяжут кокон для переправки человека. И это последний этап учений, который начальник пока оценил на четверку. Но для этого такие тренировки и нужны. Увидеть, над чем надо работать. Осенью в планах еще более крупномасштабные учения, где соберутся все 17 отрядов области. Марина Черных, Владимир Савилов, Перворостовский. Казаки подключились к профилактике несчастных случаев на воде. На этот раз объяснять правила безопасности во время отдыха вышли на улицы Азова. С горожанами беседуют о важности соблюдения правил и раздают памятки. Особое внимание родителям с детьми. Помимо того, наши казаки-дружинники, они совершают подворовые обходы. Вместе также с донцами, соответственно, ведут разъяснительную работу с родителями, с детьми. Потому что есть дети, которые сейчас уехали в лагеря, в пришкольные лагеря работают, соответственно. Выходят наши казаки-дружинники также на пришкольные площадки и там проводят, соответственно, беседы. Такие беседы казаки Всевеликого войска Донского проводят и с детьми, которые сейчас отдыхают в пришкольных лагерях Азовских школ. Школьников приобщают не только к безопасности, но и рассказывают о донской культуре и учат беречь природу. Безопасность поведения на воде детей очень важна для нас, для того, чтобы не случилось несчастного случая. Дети должны знать, как правильно пользоваться водой, в каких водоемах и как нужно правильно купаться. А самое главное, почитая наших предков, нашу старину, мы учим детей уважительно относиться к воде, уважительно относиться к нашей самой главной водной артерии – Дону Ивановичу. Очень хорошее, для детей познавательно. Рассказывают, как безопасно проводить воду, потому что без надзора там, без правил этих, никогда нельзя купаться. Нужно, можно сразу утонуть. Одними беседами не обходятся. Казаки вместе со спасателями ежедневно дежурят на оборудованных пляжах Азова. Пухляковский питон – так называют чемпиона мира по боям без правил Егора Ковалева. И понятно почему, когда узнаешь, что удушение – его коронный прием. Но в арсенале бойца много техник. Ударная руками, ногами, захваты и броски, добивание соперника и болевые приемы. Имя питон добился не только пояса чемпиона, но и звания мастера спорта международного класса. Тренирует его старший брат. Отец тоже в этом спортивном деле. Медали, кубки. Их здесь уже больше, чем лет самому чемпиону. 20-летний Егор, скромный и с виду обычный парень, в родную Пухляковку привез высший спортивный титул. Это пояс чемпиона мира. 25-го числа проходил чемпионат мира в Москве. 23-й год, ворд чемпион, да. Удалось забрать пояс чемпиона. У кого забрал? Ну, в финале у парня из Южной Осетии. Укрепко очень. Ой, они борцы, известно. Да, да. Победил сильного парня Захмата из Чечни. Сперва пропустил немножко, потом пропустил проход ноги, но завершил душащим приемом. Также в финале победил борца сильного из Южной Осетии этим же приемом-треугольником. Победы досрочны удушающим приемом, поэтому и зовут Питон. Егор в 8 лет начал заниматься боксом, а в 10 лет уже перешел на бои без правил. Бои без правил, мне кажется, это драка такая вот наглая. Ну, как бы, конечно, это спорт в первую очередь, но основано на драке. С мальчишками там в детстве, небось, тоже это? Ну, бывало иногда, да. А я смотрю, ты такой не накачанный, обычный парень, не поймешь, что ты чемпион. Ну, у нас в боях не так важно, как выглядишь, техника все решает, подготовленность. О, хитрость какая-то. Хитрость обязательно, конечно. Брат Константин, тренер Егора и спарринг-партнер занимаются в небольшом зале местного Дома культуры. Рука смотрит вверх. Отсюда, вверх с голодом золотой, ложатся на землю. Кровочем улучшаем. Ножки собираем сразу, не отпускаем, чтобы они вошли, не надо бить. Ручку откидываем назад, просомываем ногу. Отсюда добавляемся в руки, забираем заплату. Конечно, в основе успехов братьев Ковалевых немаловажна роль отца, который проложил путь к успеху сыновей. Это ваша гордость? Ну да, конечно. Конечно, гордость. Все-таки малыша не жалко отдавать на эти драки? Да нет, не жалко. Если честно, я его отдал с детства, чтобы рос мужчиной и мог и за себя постоять. А вы тренер у него сейчас? Хотя сами тоже в такой форме, я смотрю, сходной для того, чтобы здесь драться, да? Да, да, конечно. Мы вместе спаррингуемся с Егором и тренируем вместе. Сейчас вот клуб открыли в Донецком. В планах – новое соревнование в смешанных единоборствах с флагом Усть Донецкого района. Только будем развиваться и, возможно, здесь в дальнейшем тоже в хуторе Пухляковском откроем зал свой по возможности. За победу на чемпионате мира Егору будет присвоено звание мастер спорта международного класса по версии ММА. А Константину – звание тренер международной категории. От шторма до затишья – один шаг. Нынче погода щедрана. Сюрпризы и смену настроения. И нашему метеокору Дарье Лисицкой досталось не самое приятное из них. Впрочем, как и всем ростовчанам, кому утром пришлось вплавь добираться по городским улицам, превратившимся в бурные реки. Будет ли штормить Ростов завтра? Дарья нам сейчас расскажет. Да что же это за июль такой? Что с ним будешь делать? И когда я уже куплю себе резиновые сапоги? Извините за возмущение. Привет, ростовчане! Я согласна, что у природы нет плохой погоды. Но второе штормовое предупреждение подряд в июле – это уже слишком. Синоптики обещают, что такая непогода продержится в городе весь день. А мне уже присылают сообщения, что в некоторых районах города был замечен град. Поэтому предлагаю всем срочно отправиться в нашу студию, где сейчас сухо, комфортно, хорошо. Там я вам расскажу о погоде на завтра и вообще, как скоро закончится этот беспредел. Редактор субтитров А.Семкин Я уже в студии и не планирую томить вас ожиданием. Перейду сразу к прогнозу. В ночь на четверг а дождя не останется и следа. На термометрах плюс 19. Облачно и с прояснениями. Теплый погодный настрой сохранится и днем. Также облачно, но воздух прогреется после разгула непогоды до плюс 25. К вечеру небо и вовсе прояснится. Атмосферное давление приблизится к норме – 757 мм ртутного столба. А влажность пока останется высокой – до 70%. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, а порывами замахнется до 10. Еще синоптики предупреждают, что магнитное поле будет неспокойным. Ну а вы сохраняйте спокойствие. Тем более, что погода пока этому способствует. На этом я с вами прощаюсь. До завтра. Увидимся в эфире. Таким был Ростов сегодня. Каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском, завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео, вся информация и контакты на сайте. В студии была Мария Филинкова. Всего вам доброго. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова